Многие улицы этого старинного сибирского города, бывшего места ссылки бунтовщиков-вольнодумцев, а сегодня центра крупного района Тюменской области, носят имена декабристов. Школа имени декабристов, роща декабристов, любимое место отдыха горожан. В Елуторовске, вот в этом небольшом деревянном доме, был открыт и первый в нашей стране музей памяти декабристов, которому исполнилось уже 50 лет. Многие экспонаты музея уникальны. Вот под этой плахой, в старинной бутылке темного стекла, было найдено при разборке печи письмо, написанное хозяином дома Матвеем Ивановичем Муравьевым Апостолом в 1849 году, для пользы и удовольствия будущих археологов, где он рассказывает о тех, кто делил с ним тяготы сибирской ссылки. В этой гостиной проводили долгие зимние вечера, видные участники восстания на Сенатской площади. Любимый друг Пушкина Иван Иванович Пущин, князь Евгений Аболенский, один из самых радикально настроенных декабристов Иван Дмитриевич Якушкин. Портретные зарисовки декабристов, выполненные их воспитанником, елутровским художником Михаилом Знаменским. Книги из личных библиотек Пущина, Якушкина, Муравьева Апостола. О высокой значимости для каждого из нас бесценных экспонатов, собранных здесь, говорят многочисленные записи в книге отзывов музея. Я прочитаю только одну, побывав в Елутровске, в музее памяти декабристов, чувствую, что прикоснулся не только к истории, к сердцу России, к ее совести. Продолжение следует...